В официальной современной медицине было введено такое понятие, как диагноз. Как вы думаете, для чего? Давайте сегодня подумаем и порассуждаем. Диагноз был придуман для того, чтобы выяснить причину заболевания и потом назначить правильное лечение? Совсем не для этого. Оказывается, диагноз нужен, чтобы назначить лекарственные препараты. Затем ввели такое понятие, как стандарты лечения. Протокол, все слышали, наверное. Для чего? Для того, чтобы вывести из-под удара врача, потому что в последнее время на врачей очень много жалоб. Если жалоба оправдана, то лечебное учреждение вынуждено платить жалобщику неустойку. А если все сделано по стандарту, то никаких неустойок никто не получит. Если пациент не стал здоровым или умер, это уже проблемы самого пациента. Стандарты придуманы для прокурора, который в медицине, как вы понимаете, не разбирается, но он может определить, как лечили, по стандарту или нет. И если по стандарту, то врач не виновен. Да простят меня медицин. Как лечить современную официальную медицину на органном уровне, по диагнозу и по стандарту. И если в протоколе не написано, что надо сдать анализ на витамин D, ферритин, хром, на дефициты каких-то макро-микроэлементов, то никто вам не даст направлению на сдачу этих анализов. Кто все это понимает и ищет безопасный путь. Кто разбирается хоть немного, идет сдавать анализы платно в лаборатории. Биоактивные препараты работают на более высоком уровне, на клеточном. Это БАДы. На клеточном уровне отмечают 4 причины всех заболеваний. Обычно, если у человека болит коленный сустав, что ему назначают? Лечение для суставов. Если болит почка, то для почки. Если узел в щитовидной железе, рекомендуют операцию по удалению узла. Но наш организм – это целостная система, саморегулирующая, самовосстанавливающаяся со своей мудростью. На самом деле мы не можем вытащить из системы сустав, пролечить его или поставить протез и снова ставить в систему. Начнет разрушаться кость под протезом и снова появятся проблемы. Также и со щитовидной железой образуется новый узел, а после операции нужно будет постоянно принимать заместительную гормонотерапию. Любая операция – это не решение проблемы, это лечение следствия. И, к сожалению, концепция официальной медицины направлена на лечение следственных симптомов. Хотя Айверведа, мать всех видов медицинского искусства, еще 3000 лет назад говорила о том, что все болезни связаны со снижением пищеварительного огня и как следствие переизбытков токсинов в организме. То есть, с одной стороны, организм отравлен плохо переваренной едой, а с другой – он просто голодный, ему не хватает питательных веществ для обновления своих органов. Все просто и понятно, все очень просто. Клетку нужно накормить, помочь ей освободиться от токсинов, помочь выработать энергию и защитить. Мы все состоим из клеток, и каждая клетка станет лучше. Каждая! Клетка волоса, клетка кожи, сердце, печени, почек – каждая будет оздоравливаться, значит, все наши органы будут работать лучше. И, пожалуйста, забудьте о том, что диабет не лечится, что астма не лечится, что гипертония не лечится, что аллергия не лечится. Так врачи говорят. То, что не лечится, это я слышу буквально каждый день. И отвечаю вам – это болезни не лечатся и не могут быть излечимы лекарствами, потому что лекарства загрязняют внутреннюю среду организма и еще больше нарушают уже нарушенное равновесие, то есть своевременную саморегуляцию внутренней среды. Они могут вызвать только временную компенсацию состояния больного, то есть снять спазм, понизить сахар крови, снизить давление. Но для того, чтобы это улучшенное состояние сделать длительным или постоянным, нужно постоянно принимать лекарства. То есть все сильнее нарушать внутреннюю среду, загрязнять печень и почки, а также костный мозг, где лекарства накапливаются в наибольшем количестве. И в результате это превращает одну болезнь в другую. Ангину в лейкоз, бронхит в астму, диетест у детей в астму, частые простуды в детскую эпилепсию, мигрень в язву желудка и еще и так далее, и так далее. И заметьте, все это при постоянном возрастании дозы принимаемых лекарств.